Всем привет! Очередное видео с моей машиной. Замена масла в двигателе. В этом видео ничего интересного не будет. Это видео для тех, кто просто любит посмотреть. Я предпочитаю сливать масло всегда снизу и на горячем двигателе. У нас есть вот такой агрегат, но я им не пользуюсь. В сервисах старое масло откачивают через верх. Это связано скорее всего с тем, чтобы не снимать защиту снизу. Я лучше сниму защиту снизу, не поленюсь, откручу пробку и пускай сливается масло. Сейчас я сниму эту крышку и посмотрю, что там у меня внутри двигателя, чистый он или нет. Но для начала я сниму эту резинку из-за того, что здесь собирается много мусора. Если я сниму крышку, то мусор упадет в двигатель. Сейчас я посмотрю, насколько грязное у меня масло. Старое масло на палец и потереть. Если на пальце остается сажа, значит масло надо менять чаще. Либо что-то не так с движком. И пока сливается масло, я откручу масляный фильтр. Чтобы открутить фильтр, мне пришлось приобрести вот этот ключ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы движок не загадить старым маслом, я здесь проложу бумажку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Так, открутил фильтр. Ну что здесь, фильтр как фильтр? Это масло со стакана я уберу. В свой двигатель я заливаю синтетику и меняю масло. С интервалом 6-7 тысяч километров. Иногда бывает и через 5 тысяч километров. Это зависит от режима работы двигателя. И цвета масла. Я делаю так. Захожу в меню. В этот раздел. И здесь обнуляю пробег. И потом тут я смотрю, сколько мне осталось еще до следующей замены масла. Сейчас посмотрим на новый фильтр и новое масло. Фильтра я устанавливаю разные. Это зависит от того, что есть в наличии в магазине. Но предпочитаю ставить известных производителей. Заливаю я такое масло. Вы меня спросите, а почему я заливаю именно это масло? А все потому, что это масло я заказываю у себя на работе. И для нас хорошая цена. Итак, установил я новый фильтр и новые резинки. И теперь этот фильтр я закручу на свое место. Резинки я смазал новым маслом, чтобы фильтр легче закрутился. Фильтр закручивать сильно не нужно. До упора. Фильтр закручивать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если резинка будет сухая, никакой влаги около крышки не будет. Если резинка плохая, то это не поможет. В этом случае надо менять резинку. Что я и сделал на своей старой машине. Вот и всё видео. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok